И больше не возвращайся. Да пожалуйста, больше в жизни не вернусь. Ты совсем? Что тут стоишь, как столб? Не видишь, тут люди как бы ходят. Девушка, успокойся. И что у вас на лица кровь? Тебе-то какое дело? Просто семейные разборки. Понятно. Все, я пошла искать себе новый дом. Эй, отпусти меня живо! Если ты ищешь себе новый дом, то можешь пожить у меня. Слышь, я не давала согласия. Быстро отпустил меня незнакомец. А тебя никто и не спрашивал, так что ты идешь со мной. Дома у незнакомца. Вот мы и дома. Разувайся и проходи в гостиной, пока принесу аптечку. Вау, у него красивый домик. Этот незнакомец такой заботливый и милый. Я что, втюрилась? Не может быть такого. Ладно, Мэрия, надо успокоиться. Спасибо. Не за что. Идем, я покажу твою комнату. Ну, вот это твоя комната. Я сейчас принесу мою одежду, и ты будешь спать в ней. Я что, буду спать в его одежде? Я что, серьезно буду спать в его одежде? Спустя 10 минут. Вот, держи. Спасибо, незнакомец. Не за что. После переодевания. Его кофта мне слишком велика. Ладно, посмотрим, что там делают незнакомец. Приветик, незнакомец. Что? В моей кофте она такая милашка. Привет. Ты хочешь кушать? Нет, спасибо, я не голодна. А кстати, давай познакомься, меня зовут Мэри, а тебя? Ну, меня зовут Феликс. Ну, приятно познакомиться, незнакомец. Ой, точнее Феликс. Может дать тебе чай или кофе с печеньками? Нет, спасибо, я же сказала, что я не голодна. Понятно. Понятно. А можно спросить? Ну, валяй. Почему ты все время была в капюшоне и в маске? Прости, но я не могу тебе это сказать. Ну, пожалуйста, покажи, что ты там прячешь. Ты же можешь мне доверять. По ней вправду видно, что ей можно доверять. Ладно, так уж и быть. Я родился с этой татуировкой. Моя мама испугалась татуировки и выкинула меня из дома. Не знаю зачем. Все говорят, что она какая-то опасная. И с помощью ее я каким-то образом могу повредить человеку. Ясно, а зачем ты капюшон носишь? Ну, чтоб мне никто не узнал. Понятненько. Ладно, пошли уже спать, а то уже два часа ночи. Утром в 9.00. Феликс сказал, что где-то здесь его одежда. О, нашла. После переодевания. Блин, в этой одежде я похожа на мальчика, а не на девочку. С добрым утром. С добрым. А куда ты идешь? Ну, иду в ТЦ, чтобы купить тебе вещи. И да, кстати, буду вечером. Ура! Спасибо огромное! Прости меня, просто я от счастья. Ничего страшного. Все, я пошел до вечера. А, что это было? Я точно в него тюрилась, когда признаюсь ему. Блин, он такой красивый. Ладно, нужно успокоиться. А пока, что пойду, пожеру. Вечером. Я дома. Она спит. Лучше не буду ее будить. Утром в 10.00. Я что, спала в одежде? Да. О, ты уже проснулась, Мэри. Я принес тебе вещи из ТЦ и разложил в шкафчик. О, спасибо, но не стоило. Да, кстати, ты так спала, мило. Что? Правда? Да, это, кстати. Может, погуляем сегодня? Ну, давай, я не против. Спустя 40 минут. Вроде, ну, выгляжу. Ладно, пойду уже. Я готова. Красиво выглядишь. Спасибо, ты тоже. Ладно, пошли уже. На прогулке. Феликс, пошли на тот крутой и страшный аттракцион. Окей, главное, чтоб меня не стошнило. После аттракционов. Ура, было весело. Слушай, ты не голодна? Может, пойдем в кафе? Конечно, мы направляемся туда. Мы гуляли по разным местам, и на дому было весело. Я скоро вернусь. Пойду в туалет и помою руки. Ну, привет, красавица. Мэри. Кто вы такой? Откуда вы знаете мое имя? Оу, тише, неужели ты меня не помнишь? Это же я, Даня. Ты Даня? Мой бывший? Живо отпустил меня изменщик. Прости меня, пожалуйста. Я не хотел ранить твое сердце. Давай вернемся, как было. Размечтался. Никогда. Быстро отпустил меня. Прости, Мэри, но я тебя похищу, и мы будем вместе навсегда. Помогите! Слышь, что ты хочешь от этой девушки? Ой-ой, у нас новый защитник появился. Мэри, что это твой новый парень, да? Да, и что? Так что, вали отсюда, щенок. С тобой все в порядке, Мэри? Со мной все хорошо. Спасибо тебе большое, что спас. Да не за что. А что этот пацан тебя хотел? Да это мой бывший изменил мне с моей подругой. Потом, когда я его бросила, ко мне пристал и говорил, давай вернемся, как было. А, ну понятно. Ладно, Феликс, пошли уже домой. Что-то я устала. Хорошо, Солнце, пошли. Спустя два года. Ладно, пора признаться ему. Слушай, Феликс, я хочу тебе сказать, что ты мне... Ты мне нравишься! Взаимно. Ты мне тоже нравишься, Солнце. Спустя через пару лет они сыграли в романтическую свадьбу. У них родились очаровательные дети. Одна девочка, другой мальчик. Ну и вот их семейка. Ну и вот их семейка. Солнце. Я не знаю.